7 сентября автомобиль посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима в нарушении норм международного права о дипломатических отношениях осмотрели белорусские пограничники, когда он возвращался в эту страну. Об этом он рассказал в интервью СМИ. По словам дипломата, его въезд в Беларусь был не очень дружественным и начался с провокации осмотра его личного авто. «Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушении норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений», — рассказал он. При осмотре автомобиля руководитель белорусского пограничного пункта Новая Гута, где произошел инцидент, не дал никаких объяснений. Кизим выразил мнение, что он был проинструктирован так делать. Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Белоруссии, уточнил дипломат. 17 августа впервые в истории украинско-белорусских отношений Министерство иностранных дел Украины вызвало своего посла для консультации в Киев. Это произошло после передачи Минском задержанных боевиков частной военной компании «Вагнера» в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Белоруссии. По его мнению, последствия освобождения наемников будут трагическими. Мы понимаем, что вагнеровцы все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай бог, чтобы белорусским властям не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти вагнеровцы очень хорошо умеют, отметил Зеленский. Он отверг обвинения белорусских властей во вмешательстве Украины во внутренние процессы в Белоруссии, подчеркнув, что людей, которые действительно имеют отношение к вмешательству в дела как Белоруссии, так и Украины, прежде всего Украины, демонстративно отдали третьей стране. Это плохая история, история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи, заявил президент Украины. Зеленский при этом подчеркнул, что вагнеровцам не удастся избежать ответственности, все равно придется отвечать перед законом или уже сразу перед богом, заключил он. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение поставить на паузу официальные контакты с Белоруссией, пока они не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины. 7 сентября Кизин вернулся в Минск, хотя официальные контакты между Украиной и Белоруссией по-прежнему находятся на паузе. СИЗО для Порошенко. В отношении экс-президента откроют еще одно дело. Отвертеться не получится. У пятого президента Украины, похоже, черная полоса в жизни не заканчивается. Ведь против Петра Порошенко уже открыли три десятка уголовных дел в отношении его политической деятельности. Важно сказать, что Порошенко сливают даже его экс-соратники. Так, к примеру, бывший народный депутат Давид Живания завидной регулярностью записывает шокирующие видеообращения, в которых рассказывает о всех подвигах Петра Алексеевича. И вот, судя по всему, в Генпрокуратуре решили обратить внимание на такие громкие обвинения в отношении экс-президента Украины. Как сообщил в социальной сети Facebook Ренат Кузьмин, Печерский суд обязал Ирину Венедиктову возбудить дело по информации Живани о подготовке государственного переворота и установил судебный контроль за исполнением своего решения. При этом политик даже опубликовал решение суда по своему заявлению. Как видите, Печерский суд усмотрел достаточно оснований для возбуждения дела по информации Живани о подготовке государственного переворота осенью 2020 года, добавил он. Также против пятого президента Украины Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных производств. Об этом сообщили адвокаты бывшего главы государства Игоря Головани Илья Новиков во время своего брифинга в пятницу 11 сентября. Адвокаты также добавили, что их открыли в службе безопасности Украины. По словам Головани, в производствах речь идет о посягательстве на территориальную целостность, свержение конституционного строя, захват государственной власти, государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, компьютерных сетей и прочее. Защитник добавил, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по кузне на Рыбальском возобновили по решению Печерского суда. Кроме того, адвокат Илья Новиков подчеркнул, что все предыдущие фейковые производства против Порошенко зашли в тупик. И теперь по команде из офиса президента силовики наплодили новые производства. Наиболее примечательная в последней активности СБУ – это не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко. Мы к этому уже привыкли. Как то, что не начато ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный департамент, и Министерство финансов США четко, я бы даже сказал, в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают Деркача активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ этой ситуации не интересует, подчеркнул Новиков. Сеем Литвы признал белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Об этом говорится в соответствующей резолюции, опубликованной на сайте литовского парламента. В документе литовские депутаты призывают международное сообщество поддержать требования избранного лидера Белоруссии Тихановской и созданного по ее инициативе Координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа для проведения новых прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране. Также Сеем призвал оценивать любые действия незаконного лидера Белоруссии Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступления против его народа, де-факто аннексию. Парламентарии Литвы считают, что необходимо требовать от России не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику государства, не поддерживая действия нелегитимного лидера Белоруссии в попытках заключения новых трансграничных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа. Кроме того, Сеем считает, что против России Лукашенко необходимо ввести дополнительные санкции за попытки незаконным путем ограничить суверенитет Белоруссии против воли белорусского народа. Также парламент Литвы призывает международное сообщество предлагать белорусам и его законным представителям различную политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощение визового режима и другие меры помощи при проведении в стране новых прозрачных демократических выборов. Литовские власти действуют непоследовательно, когда признают Тихановскую президентом Белоруссии, написал в Твиттере сенатор Алексей Пушков. Если литовские власти считают Тихановскую избранным лидером Белоруссии и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией, отметил он. По его мнению, Вильнюс в такой ситуации должен отозвать своего посла из Минска, в противном случае политика Литвы ярко иллюстрирует двойные стандарты при претензиях на высокие принципы. Также бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о целях своего нахождения в Литве. Оппозиционер отметила, что пока она не видит причин покидать Литву, куда она уехала после выборов президента Белоруссии в целях безопасности. По ее словам, ей удалось организовать команду в Литве и начать работу. Она добавила, что к ее команде уже в Литве присоединились сильные специалисты. Тихановская рассказала, что в Польше есть огромная белорусская диаспора, и там у оппозиции также есть свои представители. Бывший кандидат в президенты подчеркнула, что она и другие лидеры оппозиции намерены чаще совершать такие поездки по Европе. Она также рассказала, что в Польше ее встретили. Как лидера нации, она впервые передвигалась в президентском кортеже и летала на вертолете. Однако она призналась, что поддержка для нее важна, поскольку она не чувствует себя самоуверенной до конца. Экс-кандидат сказала, что не сильно во многих политических и экономических вопросах и должна учиться быстро, чтобы впитать в себя за короткий срок то, чему другие учатся годами. Продолжение следует...